добрый день любители радиоуправляемых моделей пока наши самолеты ждут электронику застрявшую из-за китайского нового года мы начинаем давно обещанный проект пока зима не кончилась его нужно тоже будет собрать это аэросани но аэросани не простые а гоночные в этом проекте никакой потолочки у нас не будет будет все по-серьезному только хардкор только металл и начинать мы сегодня будем с рамы наших аэросаней для которой придется запастись различными алюминиевыми профилями частности основой для рамы у нас будет вот такой профиль 20 на 40 длиной 450 миллиметров кстати сразу еще хочу сказать что чертежей на эту модель нет мы ее делаем по сути дела без чертежей по своим задумкам по своим мыслям из рабочих материалов у нас есть по сути дела от руки набросанный эскиз этой модели и больше ничего нет так что собираем вместе с вами собираем впервые эту модель и если все нормально если модель поедет понравится управление и все такое тогда будем делать чертеж поэтому сразу чертежи не просите но я постараюсь более подробно рассказать все размеры и где что и как будет крепиться и так основание рамы у нас как я уже сказал алюминиевый брусок 40 на 20 на 450 на расстоянии 50 миллиметров от заднего торца сделано крепление под рычаги задних лыж и подкрепление пилона двигателя как видите просверленные отверстия под заклепки собираться у нас в основном на заклепках будет эта модель расстояние между отверстиями 30 миллиметров расстояние для пилона и для рычагов 20 миллиметров плюсу отступы по 5-6 миллиметров каждые стороны для установки уголка сами рычаги будут делаться из такого же прямоугольного профиля размером 20 на 10 длина рычага общая 15 сантиметров 150 миллиметров соответственно расстояние между отверстиями для установки самого рычага и крепления лыжи ровно 140 миллиметров при этом на расстоянии от внутреннего отверстия от крепления самого рычага к раме расстоянии 60 миллиметров просверлены еще одно отверстие для установки амортизатора на краю рычага сделано такой выпил на глубину 15 миллиметров здесь у нас будет ставится кулак крепления лыжи и делаем его из п-образного профиля 15 на 15 миллиметров вот он будет устанавливаться таким образом расстояние между крепежными отверстиями самого кулака и второй половины рычага 25 миллиметров и на 5 миллиметров ниже оси просверлено отверстие под 4 миллиметровый болт на который будет одеваться сама лыжа интересная у нас получается конструкция если собрать вместе сверху будет еще один рычаг вернее вторая его половина делать его будем также из п-образного профиля 10 миллиметров и благодаря вот этим этому двойному рычагу вы же всегда будет оставаться горизонтальной независимо от того как получается у нас будет наклоняться сам рычаг как будет отрабатывать подвеска вы же всегда будет горизонтально стоять и будет обеспечивать нормальное сцепление с поверхностью кстати амортизаторы от автомодели их уже самодельные делать смысла нет взяли готовые благо пластмассовые амортизаторы стоит относительно недорого и подходят думаю что практически любые амортизаторы от монстр треков грузовиков десятого масштаба также для изготовления крепежных элементов нам понадобится алюминиевый уголок в моем случае 12 миллиметров но можно тут сыграть от 10 до 20 миллиметров уголок подходит практически любой на крепежных элементах стойки рычагов и самой рамы как видите просверлены два отверстия которые будут совпадать с отверстиями в раме и еще три отверстия если сам уголок 70 миллиметров то крайнее отверстие на расстоянии 60 миллиметров и одно отверстие по центру на крайних отверстиях будут крепиться рычаги центральное отверстие для крепления пилона двигателя ну и сам пилон я от его немножко уже предварительно под собрал точно такой же 15 сантиметровый прямоугольный профиль какие рычаги чтобы пилон не вращался стоял жестко из жести была сделана вот такая трапеция во первых она будет у нас крепить пилон в четырех точках сверху заклепка внизу тоже на заклепку будет один из уголков устанавливаться и болты крепления рычагов также будут фиксировать эту трапецию чтобы она не давала пилону наклоняться в сторону ширина трапеции такая же как и уголков крепления рычагов подвески высота 60 миллиметров все отверстия сверлиться с отступом 5 миллиметров от края но в промежутке примерно по центру если точнее сказать то 25 миллиметров от центра отверстий для рычагов просверлены еще два отверстия для установки второй половины рычага вот как как раз рычаг будет ставиться таким вот образом и вторая половина будет вот до этого перстеньки и еще сразу выше трапеции из алюминиевой полоски сделано крепление для амортизаторов получается два отверстия посверлил но из-за формы амортизатора и закрепить их можно только за нижние думал маленькой регулировку сделать но скорее всего не выйдет поэтому с двумя отверстиями можете не мудрить шириной полоса ровно 10 сантиметров и также с отступом по 5 миллиметров от края просверленные отверстия еще для большей жесткости всей этой конструкции все-таки от амортизаторов тут довольно серьезные усилия будут приходиться между креплениями самой рамы между этой пластиной будут дополнительно сделаны из алюминиевого уголочка из этого же такие подкосы в моем случае расстояние между отверстиями получилось ровно 60 миллиметров но отверстие как видите просверлено чуть ближе к краю уголка чтобы оставался достаточно большой зазор под крепление амортизатора чтобы он просто не упирался в стенку уголка так вот это будет у нас смотреться вот такие вот материалы и детали мы будем применять при сборке этой модели собирается все хозяйство как я уже говорил на заклепки заклепки обычные вытяжные диаметром 32 миллиметра так что запасайтесь сверлом соответствующего калибра 32 лучше 325 чтобы заклепки проходили достаточно свободно но в то же время не болтались я отверстие сверлил сверлом до три с половиной миллиметра заклепки уже немножко свободно ходят не скажу что это очень хорошо но по крайней мере держаться они все равно будут ну и конечно понадобится инструмент для работы с вытяжными заклепками сейчас сразу же можно установить место трапецию на пилоне заклепки слишком длинные поэтому за 1 2 при приема вытянуть их не получается приходится довольно долго давить самое главное при установке заклепки основательно прижать ее самый первый момент чтобы при вытягивании заклепка сжимала детали чтобы не было у нее большого хода также сразу советую наживить все заклепки возможно что они будут немножечко шевелиться поначалу ну теперь осторожно и аккуратно заклепки обжимаем плохо что уголок маловат расстояние небольшое и приходится как видите заклепки оставлять слегка под углом потом конечно заклепки можно будет молоточком аккуратно расклепать и торчать они так уже не будут но все равно на момент сборки будьте внимательны чтобы все детали нормально восприжались притянулись так что очень компактными уголками не увлекайтесь они конечно смотрится аккуратно но как видите довольно проблемны в плане сборки получается у нас такая стойка даже с учетом того что боковые отверстия трапеции еще не закреплены пилон уже не шатается он уже установлен достаточно жестко так как на широкий профиль края трапеции упираются уже никакого болтания шевеления тут нет ну теперь собираем всю оставшуюся конструкцию ставим на место рычаги самое главное попасть винтиками во все отверстия так что длинными винтиками м3 тоже запасайтесь они пригодятся вот еще раз можно посмотреть как все это будет выглядеть в сборе так вот еще одна проблема выплыла как видите амортизатор упирается в крае уголка и его невозможно повернуть вниз как он должен стоять если уголок убрать и амортизатор просто отдельно привернуть вот он стоять должен так у нас и заодно же будет поддерживать рычаг соответственно в подкосе надо будет сделать пропил сейчас тут точно определим где и насколько его делать получается вот так надо будет сделать вытачку так что без подгонок как видите не обходится и поэтому сразу выложить чертежи на такую модель не получается по крайней мере если ее хотя бы виртуально не прогнал не собирал вот вырезы сделаны симметрично в обоих уголках и мы продолжаем сборку вот теперь можно поставить амортизатор уже ему ничего не мешает и закрепляем гаечкой м3 пока от руки на пробную сборку но потом надо будет конечно завернуть либо самоконтрящиеся гайки либо установить эти гайки на фиксатор резьбы соединяем амортизатор с рычагом болтики немножко длинноваты но это лучше чем не хватает если вот как видите рычаг уже работает амортизатор свои функции выполняет точно так же собираем второй рычаг самая большая сложность совместить все отверстия хоть вроде бы и точно размечал но все равно болтик идет туговато точно собрать оказывается не так просто как это казалось при предварительных примерках впрочем рычаг работает пошевелю чтобы полегче ходил да вот все разработался закрепляем второй амортизатор рычаг тоже нормально отрабатывает подвеска уже в рабочем состоянии находится кулаки для крепления лыж в качестве оси лыжи сделаем такие длинные болты м4 конечно не обрежутся потом так же по месту но запас карман не тянет как говорится так как у нас стенка профиля тут довольно тоненькая не забываем подложить шайбочки причем желательно шайбы увеличенного размера и после этого затягиваем ось гайкой причем здесь сразу гайку можно поставить на фиксатор резьбы причем на фиксатор сильной фиксации на красный этот узел разбираться уже не будет поэтому гайку сразу ставим серьезно и намертво впрочем модель не пенопластовая тут при желании открутить детали можно будет довольно свободно ее разогревать так что красный фиксатор здесь оказывается вполне в тему зато держит надежно и никуда уже этот узел у нас болтаться и разбираться на ходу не будет если получились вырезы немножко шире чем нужно то лучше проложить шайбочки чтобы не было таких люфтов зажать получше ну конечно пережимать нельзя иначе подвеска перестанет работать так что крепежом тоже запасайтесь самыми разными винтиками гаечками болтиками шайбами и тому подобным в моем случае хватило одной шайбочки так как сильно затягивать этот узел нельзя гайку тоже будем устанавливать на фиксатор резьбы более болтик тут коротенький получается самоконтрящуюся гайку сюда не завернешь вот так вот с фиксатором держаться она будет самое главное не зажмите слишком сильно чтобы этот узел у вас оставался подвижным точно так же делаем сейчас второй кулак гайку также ставим на фиксатор шайбу пожалуй тоже надо будет проложить все нормально все работает сейчас выставляем оси будущих лыж параллельно поверхности параллельно столу и вымеряем расстояние между отверстиями в кулаках и в трапеции видите линейка при этом располагается практически параллельно рычагу 15 155 миллиметров это расстояние между отверстиями оставляем небольшой припуск и из вот этого п-образного профиля отрезаем два рычага так пять миллиметров отступ под отверстие 155 миллиметров второе отверстие и еще пять миллиметров на отрез здесь отрезаться будет здесь будем сверлить отверстие второй рычаг точно такой же все детали старайтесь сделать как можно симметричнее чтобы потом у модели не было перекосов получили разметку двух рычагов так как профиль п-образный сверлить надо со стороны двойной стенки и постараться просверлить отверстие вертикально конечно небольшие отклонения может быть сильно и не повредят но по возможности все-таки надо делать ровнее вот теперь отверстие все есть осталось рычаги отрезать вот рычаги готовы осталось немножко снять заусенцы вот теперь рычаги можно ставить на место также при необходимости прокладываем шайбы здесь пожалуй даже две шайбы можно попробовать положить и вот опять мешается немножко амортизатор наверное все-таки его надо будет через проставку какую-то устанавливать чтобы рычаг был немножко отодвинут от трапеции ставим широкие гайки ну или если нет широкий гайк можно две-три обычные завернуть и устанавливаем рычаг как видите упирается немножко в пружину поэтому амортизатор надо будет какую-то проставочку под него поставить и сдвинуть его миллиметров на пять в сторону от рычага закручиваем гайку и подвеска у нас с одной стороны уже можно сказать готова независимо от того как поднимаем рычаг как будет от у нас отрабатывать подвеска ось остается практически горизонтальной изменение наклона у нее практически незначительное сейчас сразу подберем ширину проставки в принципе пружина может касаться рычага но не желательно чтобы она была в натяжку поэтому в качестве втулки пожалуй даже одной гайки м4 будет вполне достаточно слишком далеко выносить амортизатор тоже не стоит получаются слишком большие усилия на выворачивание винта появляются изгибающие усилия ну вот так думаю вполне нормально это все будет работать чуть-чуть точку крепления амортизатора выдвинули вперед пружина уже так плотно не прижимается верхнему рычагу все работает свободно никакого скрипа никакого скрежета ничего нет в таком виде подвеску можно считать удовлетворительной ну еще надо сказать что это у нас все таки будет не автомодель десятого масштаба вес у аэросаней получается заметно меньше так что очень уж больших нагрузок тут не будет думаю что то что приходится выносить немножко точки крепления в сторону это ничего страшного не будет здесь гайки сильно зажимать нельзя чтобы рычаг оставался подвижным ну вот и все подвеска задних лыж у нас готова отрабатывает нормально на сегодня думаю достаточно в следующий раз займемся сборкой досовой стойки она же у нас будет рулевая на этой модели у нас будет не воздушный руль а нормальная поворотная лыжа в носу модели так что друзья вот такой вот интересный проект мы сегодня начали модель как видите получается довольно большая для автомобильного масштаба ну наверное ближе к десятому а если смотреть по мото моделям или по моделям снегоходов различных это скорее уже модель будет пятого масштаба у нас есть фигурка водителя фигурка мотоциклиста так что думаю мы его и сюда посадим беспилотным этот аппарат у нас не останется ну и соответственно надо будет сделать оформление надо будет сделать кузов для этой модели ну кузов скорее всего будем делать из пластика тут уже алюминий тратить не станем ну а сама рама полностью металлическая так что модель должна быть серьезной массивной и достаточно надежной этот вариант мы будем приближать к снегоходам к снегокатам спереди лыжа будет одна думаю что автомобильные четырехстоечные шасси здесь особого смысла делать нет как видите задние лыжи расставлены достаточно широко сделаем их еще и подлиннее так что устойчивости этой модели хватить должно но зато уменьшаем немножко вес и надеюсь что это позволит нашим аэросоням разогнаться до вполне приличных скоростей ну все таки модель делаем гоночную в течение нескольких дней над конструкцией носовой стойки мы еще будем думать если у кого-то есть предложение кто-то может быть собирал подобные самодельные аппараты пишите мы готовы рассмотреть любые ваши предложения если какой-то из вариантов нам понравится мы вполне возможно реализуем его в рамках данного проекта ну а на сегодня все если вас заинтересовал этот аппарат не забывайте поставить лайки подписывайтесь на канал заходите в подсказки заходите в энциклопедию моделиста где сможете найти ответы на многие свои вопросы ну а я с вами прощаюсь до новых встреч до свидания подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте комментарии и ждите новых видео до встречи играем по взрослому неприятно школе дают ему Продолжение следует...